Благодарственная треба И вот с этой точки зрения можно сказать, что эта благодарность нужна как раз больше для нас, потому что Господь ждет от нас. Ответа на свою любовь к нам. В чем этот ответ может проявляться? Как раз в словах благодарности. Благодарности за прожитый день, благодарности за то, что мы живы, мы имеем кровь, пропитание. Много за что можно поблагодарить Господа. Даже за какие-то неприятности, которые происходят в нашей жизни, нужно тоже благодарить. Был такой случай. У нас в храме приходила бабушка, пожилая женщина, и говорила, постоянно жаловалась на соседку, у нее какой-то был конфликт с этой соседкой. Вот она говорила, что вот житья нет от этой соседки. Потом эта бабушка приходит, проходит какое-то время, проходит месяц, ее нет, и она приходит и рассказывает историю, что вот близких у этой бабушки, соответственно, не было. Да, она вот была одинока, и она подскользнула с ванной и упала, не могла встать. И вот как раз ее соседка, с которой она постоянно конфликтовала, первая увидела, что она вроде не выходит во двор и нигде не появляется, забила тревогу, начала стучаться. И потом вызвала уже спасателей, там скрыла дверь, ее спасли. И получилось, что вот та женщина, с которой у нее происходило конфликт, как раз оказалась ее спасительницей. Более того, они потом помирились и вот как-то вместе коротали свои дни. Поэтому даже вот за вроде бы такую вздорную соседку тоже нужно благодарить Господа, потому что неизвестно, чем обернется, скажем, такая даже неприятность в жизни. Благодарить можно найти слова благодарности за все, еще раз повторю. Даже главное таинство церкви, причастие в простонародье, она с греческого переводится благодарение, евхаристия, благодарение. То есть мы каждое воскресенье благодарим Господа за прожитую неделю. Находим себе силы поблагодарить даже за плохое. И тогда, когда мы благодарим даже за то плохое, что происходит с нами, а чаще всего это происходит плохое как раз и по нашей вине, по нашей зависти, по нашей неблагодарности опять же к Богу, по нашим осуждениям других людей. И когда мы находим силы поблагодарить даже за плохое, жизнь наша меняется. Это происходит таинственно в сердце человека, но человек начинает радоваться этой жизни. Общая беда нынешнего мира, что человек постоянно чем-то недоволен, он не ощущает радости жизни. И при том, мы помним прекрасно, что наши прабабушки, бабушки, которые пережили страшную войну, какую-то блокаду, они всегда благодарили за то, что вот они живы, за то, что есть хлеб на голову. И были счастливыми, счастливыми людьми. Они умели радоваться жизни. А радость жизни — это всегда благодарение за эту жизнь, благодарение Богу. Поэтому вот эта благодарность Богу нужна, естественно, не Богу, а всем нам, чтобы радоваться этой жизни. Субтитры создавал DimaTorzok